То, насколько хорошо будет идти торговля на ярмарке, зависит от многих факторов. Один из них – погода. Сегодня она замечательная. Народу много. Одни торгуют, другие покупают. У всех хорошее настроение. В приоритете теплая одежда и обувь. Холода подбираются. Надежда Роднова планировала купить теплую куртку и именно здесь нашла то, что надо. Хороший продавец. Мне понравился. А вот важно, какой продавец? Конечно. Держите ваш пакет. Спасибо большое. В общем, вы уходите отсюда довольны. Светлана Нарышкина – продавец опытный. Знает, что в тренде именно в этот сезон. Выбираю самые красивые, качественные модели. Чтобы таких моделей ни у кого не было. Вот эти куртки только у меня. Больше ни у кого их нет. А с чего производство? Китай. Фабричный. Хороший Китай. Хорошие бренды. У Елены Мансуровой свой подход. Она нацелена на покупательниц старшего возраста. Стараемся продавать от души, потому что это все-таки вещи. А вещь, она несет определенную энергию. Чтобы люди чувствовали нашу добрую душу, нашу энергию. Насили с удовольствием и были счастливы. Поддавшись всеобщему примерочному настроению, я тоже решила прикинуть несколько вещей. По-моему, неплохо. Ну как, Кирилл? Офигеть. Но работа пока на первом месте, поэтому мы отправились изучать ярмарку дальше. Когда идешь по советскому проезду, то не видно, что торговые ряды располагаются еще и здесь, внизу. Хотя ярмарка начинается именно в этом месте. Организация – важный момент. Чистота и порядок, места для размещения информации и даже палатка для детей. Здесь можно скоротать время, пока родители увлечены покупками. А увлечься есть чем. Запахи непередаваемые. Мы из Тверской области, деревня Завидова. Привозим мясо, фермерские изделия различные. И даже даете попробовать? Конечно, да. Да, без проблем. Давайте я вам наряжу, скажем, гуся. Гусь – это наш бестселлер. Уходит лучше всего. Вся наша продукция очень натуральная, очень вкусная. А самое главное – полезная. Угощайтесь. Спасибо. А вот еще я у вас увидела необычный такой сыр. Кто же его раскрасил? Это реколор. Голландский сыр по итальянскому рецепту пармиджано-риджано. Он идет с добавлением чили, паприки и халапеньо. Ну и, конечно, на ярмарке традиционно рыба в большом ассортименте, мед, овощи и фрукты. Яблоки, к примеру, из Тамбовской губернии. Я определяю яблоко по запаху. Они все пахнут? Конечно, понюхайте. Все пахнут. Вот маленько пахнет наша. Медовый хруст, антоновка. Все наши домашние вкусные яблоки. Мы каждый год много продаем. Пользуясь теплыми деньками, поспешите на ярмарку. Не пожалеете.